Теперь об этих и других событиях более подробно. Летом прошлого года в Кызыле началось строительство новой школы на 825 мест в микрорайоне «Спутник» рядом с детским садом номер 9 «Солосчегаш». Открытие нового учебного заведения даст возможность не только разгрузить другие школы, но и создаст комфортные условия для обучения. Первыми в новое общеобразовательное учреждение пойдут учиться дети, проживающие в данном районе. По итогам учебного 2015-2016 года в разных школах города обучались 594 ребенка, которые проживают в микрорайоне «Спутник». Перед строителями стояла непростая задача – успеть возвести просторную современную школу в кратчайшие сроки. Новое учебное заведение повысит доступность образовательных услуг для жителей данного микрорайона. Годовность лицея номер 16 к принятию детей в новом учебном году лично проверил глава ТУВ «Шалбан Караул». Школу возвели по современным технологиям, отвечающим всем требованиям учреждения образования. Напомним, распоряжение о выделении средств на увеличение числа мест в школах было опубликовано 20 апреля 2016 года. Документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно распоряжению, регионы, получившие право на субсидии, были отобраны Министерством образования России. Одним из критериев отбора стала потребность в обеспечении мест для обучения в одну смену, включая ликвидацию третьей, а также динамика численности школьников в нашем регионе. И вот, что написал глава ТУВ в своем блоге. Земляки. 1 сентября будет особенным в этом году. Ребятишки в спутнике ждут открытия нового лицея. Образовательное учреждение на 825 мест станет крепкой основой инфраструктуры развивающегося микрорайона. Сегодня докладывался полпреду президента России в Сибири по готовности учебных заведений через видеоконференц-связь. Пригласил Сергея Миняйла вновь посетить ТУВУ. Заверил, что сюрпризов будет много. Мы еще начинаем историю военной кафедры Тувинского государственного университета. Это очень символичное действие. Учитывая, что именно 1 сентября в республике отмечается День исторической памяти и чести тувинских добровольцев. Продолжение следует...